Нокаут-раунд, или в простонародье плей-офф, продолжается. Этот чемпионат мира оказался самым неожиданным в плане тех сборных, что вышли из группы. Англичане играют с Сенегалом на Альбайте. И хочется сразу же сказать, что Сенегал проявил себя очень неплохо в групповой стадии. До еще начала данного турнира сенегальцы потеряли своего лидера Садио Мане. Но команда Алиу Сесе нашла внутренние резервы, чтобы показывать высокого класса футбол. Это было и в матче с Нидерландами, где только в конце очной встречи африканцы пропустили дважды. Но по физическим кондициям они никак не уступали. Англичан была достаточно простая группа, и кто-то ожидал, что будет 9 из 9. Но англичане набрали не максимальное количество очков, но это позволило им выйти из данной группы. Катерский чемпионат мира, он особенный. На первый план и на первый рот выходит климат, который, естественно, подходит африканским командам. И они не раз это доказали, когда мы разбирали матчи с их участием. В данном контексте я предположу, что во втором тайме сенегальцы могут подать полтора больше угловых. А англичане забьют более одного гола. Логика и суть проста. Англичане от матча к матчу только набирали. Сенегальцы играют в основном по сопернику. Такие игроки, как, например, Дия, тот же Сар, они имеют опыт чемпионата высшего уровня. И их тренер, Алиус Сесе, который был приличным игроком в недалеком прошлом, понабрался тоже опыта, выступая за различные европейские клубы. Он научился не в свойственной для Африки манере играть. Он, наверное, самый думающий тренер на Черном континенте. На этом все, друзья. Увидимся очень скоро. Не болейте.